305 медицинских работников Хабаровского края получили страховые выплаты из-за того, что заразились коронавирусом. Общий объем выплат составил 21 миллион рублей. Деньги поступили из федерального бюджета. Подробности далее. Выплаты по страховым случаям предусмотрены указом президента. Медработники, которые заразились коронавирусом, получили больничные и перенесли заболевания в легкой форме, получат по 68 тысяч рублей. Если случай тяжелый человек из-за осложнений стал инвалидом третьей группы, ему положено в 10 раз больше – 688 тысяч рублей. Инвалиду второй группы выплатят 1 миллион 376 тысяч, а первой – 2 миллиона. Родственникам умерших медработников выплатят по 2 миллиона 700 тысяч. Страховка распространяется не на всех сотрудников больниц. Он определяет только врачей как категорию, то есть это любые виды должностей врачебных, средний персонал и младший персонал. Но иногда у нас в истории регистрируются случаи у другого персонала, допустим, бухгалтерия или там человек, который связан с хозяйственной деятельностью, то есть тоже работает в медицинской организации. Так вот, на эти должности, конечно же, указ не распространяется. В Хабаровском крае страховые выплаты пока получили 305 человек. 126 из них – это врачи, 170 относятся к среднему медперсоналу, 8 – водителей скорой помощи и один сотрудник младшего медперсонала. Каждый случай заражения расследует комиссия. Страховка положена только тем, кто заразился коронавирусом на рабочем месте. То есть, если человек заболел в быту, и в ходе расследования обнаружено, что заболевание идет не от пациента, которому он оказан на помощь, а, допустим, от близкого родственника. То есть, муж заболел, а жена работает врачом, и жена заболела от мужа. В таком случае, значит, не признается страховым случаем, и этот случай не подлежит оплате. Сейчас в Хабаровском крае развернуто 13 инфекционных госпиталей. В них работают более 600 врачей и 1200 специалистов среднего медицинского персонала. Помимо страховых выплат, некоторым категориям полагаются деньги за работу с ковидными больными. У нас существуют выплаты стимулирующего характера, которые как раз за особые условия труда. В данном случае, вне зависимости от того, болеешь, не болеешь, ты в любом случае получаешь стимулирующую выплату к своей заработной плате. Которая определяется именно самим фактом того, что ты непосредственно работал с больным с ковидом. Сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, и в крае планируют уменьшить нагрузку на врачей. В конце августа начнут сокращать количество коек в госпиталях. Сейчас их 1600, а будет 1300. Анастасия Незнанова, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск. Интересно, кстати, как будут проводить и как проводятся такие расследования. Когда выясняют, кто от кого заразился. Муж от жены, жена от мужа. Я не знаю как. Но это очень интересный вопрос, мы обязательно в нем разберемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!